Дума Новуральского округа 6-го созыва, по сути своей, изначально была экспериментальной. Депутаты избирались по 15 одномандатным округам и по партийным спискам, то есть по принципу пропорциональной избирательной системы, когда после выборов каждая из партий получает число мандатов, пропорциональное набранному проценту голосов. Главное достоинство этой системы – представительство партий в Думе в соответствии с их реальной популярностью среди избирателей. Это, естественно, наложило определенный отпечаток на отношения в Думе, потому что те, кто по партийным спискам – это все-таки немножко другой статус депутата, на мой взгляд. Никуда от этого не деться. Но самое главное, что несмотря на то, что за много лет эта Дума действительно достаточно большая по составу, 30 человек, она уже изначально как бы там немного у нас уменьшилась, но тем не менее 28 тех полноценных депутатов, которые начали работу в составе Думы 6-го созыва. Самое главное, что все-таки, несмотря на эту многогранность интересов, во-первых, это все-таки действительно и разнообразило количество подходов к обсуждению, принятию решений по вопросам, ну а самое главное, все депутаты, на мой взгляд, проявили достаточно мудрости, достаточно здравого смысла при решении всех вопросов, которые обсуждались на Думе. Пожалуй, это самое ценное, что нужно передать народным избранникам Думы 6-го созыва. Несмотря ни на какие политические амбиции, корпоративные интересы, нужно прежде всего думать о городе, пытаться найти компромиссное решение, которое устроят все группы. Дума 6-го созыва отличилась еще и тем, что именно в эти 5,5 лет народным избранникам приходилось очень часто делать выбор. И без лишнего пафоса можно отметить, что от этого выбора зависела дальнейшая жизнь Новорайского округа в целом. Нам пришлось выбирать очень много состава этой Думы, потому что у нас сначала были выборы главы администрации Попов Валерий Владимирович, потом Попов Валерий Владимирович по причинам каким-то закончил свою деятельность. Раньше положенного срока мы выбирали нового главу администрации. Потом также по объективным причинам глава у нас ушел, и нам пришлось выбирать нового главу уже по так называемой одноглавой системе. Во всех этих выборах все-таки действительно, особенно в последних, когда выбирали главу по одноглавой системе, так называемой, действительно проявили достаточно здравого смысла и мудрости для того, чтобы принять правильное решение в той ситуации, которая складывалась на этих выборах. Все-таки вот эта зердышка, вот это самое главное в тех депутатах, которые работали в этом созыве. А работать Думе пришлось действительно много. За пять с половиной лет проведено 137 заседаний, принято 913 решений. Шесть постоянных думских комиссий провели 720 заседаний. С 2013 года Дума принимает участие в конкурсе представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Он посвящен Дню местного самоуправления и проводится законодательным собранием Свердловской области. В 2016 и 2017 годах по итогам конкурса Дума дважды заняла первое место в номинации «Лучший представительный орган в сфере правотворчества». Первое и второе место по номинации «Гласность и открытость представительного органа». А в этом году мы возвращаемся к мажоритарной системе выборов. В условиях такой избирательной системы побеждает кандидат, получивший большинство голосов. Большинство может быть абсолютным, если кандидат получил больше половины голосов, и относительным, если один кандидат получил больше голосов, чем другой. Недостатком мажоритарной системы является то, что она может снизить шансы небольших партий получить представительство в органах власти. Однако плюсов для нашего округа все же больше. На мой взгляд, это правильное решение, потому что все-таки действительно депутат должен прежде всего отвечать за тех избирателей, которые доверят ему представлять интересы в Думе. Когда вот в общем и в целом бывали ситуации, когда подходит депутат от какой-либо партии и говорят, вот твои избиратели хотят вот такое-то, или что-то там это самое, вот, пожалуйста, разберись. То есть они как бы вот в общем в целом не ни о чем. – Это как подащили по списку. – Совершенно верно, да. – А вот здесь вот действительно есть открытая ответственность. За свой участок работаем. Особенно вот хорошо, когда за тот участок, где ты сам живешь, и ты это видишь, знаешь, тебя это касается лично. Это, мне кажется, действительно залог успешной работы и залог правильных решений. Кроме того, количество депутатов с 30 уменьшено в полтора раза. Теперь только 20 народных избранников будут выбраны горожанами по 21-мандатным округам. Да, депутатов станет меньше, но и в этом есть положительные моменты. Бывает, действительно, когда очень много депутатов и много депутатов записывается в комиссии, бывает сложно достичь даже клорума. 20 депутатов, я же в пятом созыве работал, когда было 20 человек. Мне кажется, все-таки это оптимальное количество депутатов для того, чтобы все были распределены по комиссиям, а можно нам принять участие в двух комиссиях каждому. Достаточно для того, чтобы организовать в целом работу по Новоральскому городскому округу. А вот пожелание новому составу Думы тем, кого мы выберем 10 сентября. Те, кто придут, прежде всего должны слушать и слышать избирателя. Это первое. И второе, все-таки иногда идти на компромиссы для того, чтобы общая идея или общий замысел какого-то решения состоялся в правильном направлении. Дума седьмого созыва соберется уже после 10 сентября, когда мы, горожане, сделаем свой выбор. 20 народных избранников в новом составе будут представлять наши с вами интересы на ближайшие пять лет. Поэтому каждый должен проявить социальную зрелость и ответственность и прийти на выборы 10 сентября. Альбина Бабкова, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги.